Одному из первенств, по-моему, это был Евро 2000 года или Чемпионат мира 2002 года от защитника Фурнье. И самый последний матч того отбора состоялся в Базеле, тогда два точных удара еще одного. Был назван лучшим футболистом этой команды в минувшем сезоне, несмотря на крайне неудачное выступление. Ну, я думаю, такой неплохой вообще вариант. Даргун показывал партнерам, что нужно высоко встречать. Об этом говорил и главный тренер нашей национальной сборной, что попробуют сыграть в атаке с прессингом. Классный дальний удар Шачири, что мяч оказывается в сетке. Вот так вот на девятой минуте с дальнего расстояния. Ты сказал о том, что все мы прекрасно знаем о волшебной левой Шачири, о том, что нельзя ему давать бить даже с 30 метров. Сейчас было метров 26 как минимум до ворот. Но, тем не менее, видимо, тренеры это тоже знали, но не прислушались. Здесь футболисты позволили Шачири пробить. Удар просто шикарный и великолепно открывает счет игрок английского клуба. Ну и вот, если возвращаться и заканчивать ту мысль, которую я начинал, прессинг коллективный не удался. Это, во-первых, а здесь мы можем заметить, что Шачири с мячом встретился после того, как наши защитники выбрасывали, выбивали мяч в штрафной площадью. Вестфальцы выполнили и заняли третье место, которое позволило сыграть им в Лиге Чемпионов в будущем сезоне. Положение вне игры, к сожалению, фиксируется. Судя по всему, и Радек Брджигода должен сейчас разобраться в этом эпизоде. А было ли положение вне игры или нет у Скавыша, это, конечно, еще большой вопрос. И как бы Драгун всегда подходит и выжимает соперника швейцарца, с этим легко справляется. Вот такая разрезающая передача, будут положения вне игры, судя по всему. Нет, смотрите, продолжается атака. Как из-за спин выбегал Мехмеди. Мехмеди и затем отдавал передачу. Но это не везение, наверное, конечно, футболистов хороший. Дальний удар Бурко. Довольно плотненько приложился к защитнику Шахчая. Набросается он здесь под Рэма Фройлера. И что в итоге? В итоге с мячом по-прежнему. У Белорусы это Олег Евдокимов. Передача. И не сумел там сложиться наш игрок для того, чтобы основное время первого этапа. Олег Евдокимов забросил мяч в штрафную площадь. И вот здесь у Скавыша была возможность продлить эту атаку. Михаил Гордичук там уже набегал на линию вратарской. Но... Вышедший из резерва футболист. Это у нас кто? Дмитрий Алисейко. Удар по воротам даже. Вот то, о чем я говорил. 40-й матч. Юбилей за сборную. И 8 голов он совершил в чужие ворота. Хороший удар издали. Бюркин в настройгрессе. Сухайевич представляет. И эта команда недавно совсем играла в финале Кубы Германии. Где уступила в Дортмундской Баруси. И в хорошие результаты мочения с командой Женицарей на Мехмеде. Вот этой угловой Черник на выходе кулаком. Здорово действует, но не очень точно. И Шачири бьет. Вот это уже опасно. Шачири опять остался в... Выстрелил, выстрелил крепко. Но как-то наши прижались к своим воротам, оставив Шачири вновь без внимания. С любой позиции бьет и бьет очень здорово. Благо, что тревога, которую сейчас мы видим на лице Игоря Кривушенко, хочет. Он хочет, конечно, чтобы его команда... Да и мы все хотим, чтобы команда отыгралась. Исполнители у Владимира Петковича, игроки техничные. Да, может быть не суперзвезды, но тем не менее футбол играть умеют. Играют очень-очень недурно. Удар по воротам. Сергей Черник мяч забирает в руки. По именам вроде бы все нормально, но не та игра. Получается не очень здорово, конечно, у сборной Нидерландов. Гранит Джака пробил издали. Опасно пробил в девятку. Он так ругнулся на партнеров за то, что позволили пробить издали. Ну, там Стас Драгун все, что мог, делал. Падал в подкате. Одно мяча, другое дело, не дотянулся. Вот еще раз давайте посмотрим ту атаку, когда Сергей Черник... Исполнители у Владимира Петковича, игроки техничные. Да, может быть не суперзвезды, но тем не менее футбол играть умеют. Играют очень-очень недурно. Удар по воротам. Сергей Черник мяч забирает в руки. По именам вроде бы все нормально, но не та игра. Получается не очень здорово, конечно, у сборной Нидерландов. Гранит Джака пробил издали. Опасно пробил в девятку. Он так ругнулся на партнеров за то, что позволили пробить издали. Ну, там Стас Драгун все, что мог, делал. Падал в подкате. Одно мяча, другое дело, не дотянулся. Вот еще раз давайте посмотрим ту атаку, когда Сергей Черник... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok